Прямо сейчас наш эфир продолжит трансляция торжественного чествования героев России Филиппа Евсеева, Алексея Неустроева, членов экипажа легендарного танка Алёша. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Айсен Сергеевич Николаев, герои Российской Федерации, Филипп Александрович Евсеев, Алексей Михайлович Неустроев. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые гости, участники мероприятия, мы стали свидетелями того, что специальная военная операция вызвала всеобщую невиданную волну патриотизма. Общество объединилось перед лицом опасности, нависшей над нашей Родиной. Сегодня мы чествуем наших героев, которые проявили мужество, стойкость, бескорыстие в защите нашей страны. Наша гордость и пример для всех нас, наши герои. Филипп Евсеев, Алексей Неустроев. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 имя с золотыми буквами в героическую историю нашей Якутии, всей нашей России. Наши земляки с первых дней отважно воюют на полях специальной военной операции. Родная республика всеми силами поддерживает своих ребят. Мы вместе со всей страной сплотились вокруг нашего президента, стали еще сильнее перед лицом угрозы. Подвиги земляков, присвоение высокого звания Героя России уже трем якутянам, укрепляет дух и боевой настрой всех наших бойцов. А здесь, в Тулу, своим самоотверженным трудом мы развиваем экономику, улучшаем жизнь, чтобы быть надежной опорой своей великой Родине в непростое время. Выстоять в этой борьбе и победить – это наша общая цель. Все вместе и на передовой, и здесь, в Тулу, мы приближаем нашу победу. И победа обязательно будет за нами. Слава нашим бойцам, слава героям России. Уруй, айхал, курсун, халдат, тарбытыгар, уруй, айхал, сахабат, тарбытыгар. АПЛОДИСМЕНТЫ Сертификат на полтора миллиона рублей вручается Евсееву Филиппу Александровичу, герою Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Сертификат на полтора миллиона рублей вручается неустроеву Алексею Михайловичу, герою Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется герою Российской Федерации Филиппу Александровичу Евсееву. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Ассен Сергеевич, уважаемые гости. Во-первых, от всей души хочу благодарить за вашу поддержку. Мы воины республики всегда знали, что вы нас никуда не бросите от них на поле боя. Мы шли вперед и выполняли свою боевую задачу ради наших близких и для нашей общей победы. Все, кто там сейчас сражается с фашистами, все у них герои. Ваши отцы, сыновья и братья. Высокую оценку нашей работы мы принимаем с высокой гордостью. Мы гордимся, что мы родились и выросли в нашей любимой республике Саха-Якутия. Высокая оценка нашей совместной работы с страной и президентом это наша общая оценка, республика Саха-Якутия. И, пользуясь случаем, хочу от всех воинов республики благодарить руководству республики Ильична Айсена Сергеевича за вашу поддержку. Низкий поклон моим родным и близким и всем жителям республики. Спасибо за всем вам. Слово предоставляется герою Российской Федерации Алексею Михайловичу Неустроеву. Спасибо за субтитры Алексею. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется военному комиссару республики Саха-Якутия Александру Владимировичу Авдонину. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, всем добрый день. Я тоже хочу поздравить всех нас, поздравить в первую очередь, конечно, героев России за их подвиг, за высокую оценку военно-политического руководства страны, за вручение высоких государственных наград. Мы с вами сейчас слышали, что они очень скромные ребята. По их речам всё понятно. Но мы с вами видели в этом ролике, если кто его не видел, обязательно посмотрите, что эта скромность на поле боя, её и в помине не было, правильно? Выйти одним, не испугаться. Ребята прекрасно понимали, что против чего они идут, на что идут. Но ничто у них не дрогнуло. Спокойно вышли, сделали свою работу. Как они сказали, это была наша работа. Я согласен с Филиппом Александровичем, что все, кто сейчас воюет, ребята, все, кто принимает участие в специальной военной операции, это все герои. Но, как выясняется, есть герои, которые готовы выйти, как я уже сказал, сделать свою работу, несмотря ни на что. Поэтому, ребята, вам огромное спасибо за то, что вы есть. У нас уникальный случай сегодня, уникальная встреча. У нас в этом зале три героя России одновременно. Мы с вами к этому причастны. Здесь сидят родственники, которым я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы поддерживаете, за то, что воспитали, в первую очередь, конечно, родителям за воспитание. Мы много очень говорим сейчас о патриотизме, о том, что якобы в России это все дело там угасло, затухло, нужно возрождать это все заново. Да все у нас есть. Есть патриоты, есть герои. Понятно, что они проявляются только в самых экстремальных ситуациях, вот эти все качества героя, качества мужчины. Еще раз выражаю искреннюю благодарность вам, ребят, за то, что вы сделали это дело. И самое главное, за то, что вы живые. Сейчас предоставили нам возможность лично поздравить вас. Самое главное, что вы живы, здоровы. Спасибо огромное. Тоже хочу присоединиться к словам, что победа будет за нами. Никаких сомнений нет, когда такие герои есть у нас. У нас простые ребята, скромные, которые не очень сильны в речах, но очень сильны в своем военном искусстве. Поэтому спасибо вам огромное. Победа будет за нами, мы победим. Спасибо. Слово предоставляется герою Российской Федерации, командиру якутского добровольческого отряда Ботур-1, добровольческого батальона Барс-2 Александру Гаврилевичу Колесову. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас великое событие. Мы чествуем двух наших земляков, героев России. Их чествует вся республика и весь российский народ. Экипаж легендарного танка «Алеша» в сложном бою одержал очень значимую победу в тяжелой ситуации. Они в этом бою прославились не только на всю Россию, они прославились на весь мир. Это образец мужества, отваги и патриотизма. Ровно 80 лет назад на Курской дуге наши легендарные деды-прадеды разбили лучшие отборные танковые части вермахта. И спустя 80 лет было очень отрадно и символично видеть, как президент России на Курской земле награждает наших героев высокой наградой нашей Родины. От себя и от всех наших воинов и жителей республики поздравляю наших ребят. Давайте поблагодарим. Здесь, в зале, находятся наши воины, защитники Отечества, мобилизованные контрактники, добровольцы. Несколько тысяч наших земляков вместе со своими боевыми братьями со всей России на передовой самоотверженно защищают нашу страну. Они все герои. Слава воинам России. Спасибо. Уважаемые участники, для вас премьера песни, посвященной нашим героям. Музыка Алексея Калининского лунха, слова Валентины Комиссаровой-Кюлюмюря, героем-танкистом Алеша. Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат государственной премии имени Платона-Йонского, народный артист республики Саха-Якутия Александр Емельянов. Аккомпанирует народный артист республики Саха-Якутия автор песни Алексей Калининский-Лунха. Аккомпанирует народный артист республики Саха-Якутия Александр Емельянов. 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 Алексей Калининский-Лунха. На этом торжественное мероприятие завершается. Сегодня мы с особой гордостью благодарим наших героев России за отвагу и мужество, за защиту безопасности наших граждан и будущего Великой Родины. Уважаемые участники, приглашаем вас на общее фотографирование. На этом прямая трансляция подошла к концу. Далее выпуск новостей. Вот его основные темы. Павильоны улиц Дальнего Востока продолжают готовить в Приморье. Несмотря на непогоду, в павильоне Якутии заканчиваются работы по оформлению. Акцент не только на столицу, но и крупные города. В Якутии разработали мастер-планы Тикси, Оленька и Чукурдахэ. 22-я спартакиада по национальным видам спорта Манчары пройдет в 2025 году в Татинском районе. Подготовка в самом разгаре. На утро 30 августа в Якутии тушат 14 лесных пожаров, 4 из которых удалось локализовать. Всего на территории региона действует 26 лесных пожаров. Особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах регионального характера сегодня действует на всей территории Якутии. Всего за сезон на территории республики зарегистрировали 792 лесных пожара на общей площади в 1 миллион 400 тысяч гектаров и 53 ландшафтных пожара на землях иных категориях на площади 5,8 тысяч гектаров. Работают на пожарах у нас людей 290, отрабатывает техники 12, в том числе плюс 4 воздушных судна. Ликвидировано за сутки 2 лесных пожара на площади 10 861 гектар. Особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера действует на всей территории республики. За сутки применялись также 14 воздушных судов на авиапатрулирование. Продолжается вывод сил и средств ликвидированных пожаров. Также внутребазовая переброска сил и средств пожаротушения по действующим пожарам. Власти республики разработали мастер-планы Тикси, Оленька и Чукурдаха. При этом мастер-планы значительно отличаются как по типу инфраструктуры, так и по типу основной деятельности населения. Например, Тикси является поселком городского типа с каменной многоэтажной застройкой. Чукурдах – поселком городского типа с деревянной застройкой. Оленюк – это сельское поселение с полностью деревянной застройкой. Поэтому подходы к реализации мастер-планов будут отличаться. Тем не менее, опыт их выполнения ляжет в основу дальнейшего проектирования других арктических поселков. Ну а тем временем в Горном Улусе активно ведутся работы по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Не только в районном центре, но и в Наслегах. С весны в селе Мытах строится двухэтажный каменный благоустроенный дом. Сам объект является муниципальным, поэтому в 12 квартирах будут заселены молодые специалисты, которые живут на данный момент в деревянных старых зданиях. На данное время закончены работы по возведению короба объекта, идут внутренние работы и кровли. Все работы планируют завершить к концу текущего года. Жители нашего села очень обрадованы тем, что у нас в поселке строится каменный большой дом для специалистов, в котором будут жить молодые специалисты, которые будут приезжать, работать в наших учреждениях. И это повлияет также на развитие нашего села. Перенесемся в столицу республики, в школе номер 7 Якутска. После капитального ремонта с нетерпением ждут первого звонка. Сейчас все усилия ПЭД-коллектива направлены на уборку учебного здания. Сама школа номер 7 – это одна из 13 школьных учебных учреждений, где по федеральной программе в этом году прошел капитальный ремонт. Каменное здание было построено в 1988 году с общей площадью более 8 тысяч квадратных метров. Но с тех пор большого обновления не было. Ну а теперь в отремонтированном здании в новом учебном году будут обучаться более 1700 учащихся. В день знаний порог школы переступит более 200 детей. До них подготовили 5 учебных классов. В рамках программы капитального ремонта также приобрели мягкую мебель, современные учебные оборудования. На ремонт запланировано было 120 миллионов 700 тысяч рублей. Ну, за эти средства проделана огромная работа. Ну, невидимая, как бы на первый взгляд, работа, но очень такая кропотливая и жизнеобеспечивающая система отремонтирована, как вот система отопления, система водоснабжения, канализации, утепление полов первого этажа, ремонт фойе, коридоров полностью. Так, все окна заменены по всей школе. Ну, в общем, такая вот жизнеобеспечивающая инфраструктура полностью заменена и отремонтирована. Вот это очень большое достижение. Также места общего пользования, как актовый зал, как библиотека. Тем временем в Уссалданском районе в новом здании Мюрюнской среднеобразовательной школы номер 2 идут подготовительные работы к учебному году. Порог нового здания в этом году переступят 580 учеников, из них 69 первоклассников. Родители первоклассников и учителя начальных классов сегодня также занимаются уборкой. А классы оснащены всеми современными технологиями для развития знаний и методики учащихся. На каждом этаже школы присутствует светлая зона отдыха. Вот мы стоим в новом здании Мюрюнской среднеобразовательной школы номер 2, которая в этом году, 1 сентября, распахнет свои двери для самых маленьких наших учеников. Новое светлое здание и все очень рады, весь спецколлектив, технический персонал и родители тоже. Поэтому мы с волнением ждем День знаний 1 сентября. Перейдем к другим темам. Сильный ветер и дождь, обрушившиеся на Владивосток в минувшие сутки, не нанесли серьезного урона павильонам регионов ДФО, улица Дальнего Востока, которые проходят в рамках Восточного экономического форума. Так, в павильоне Якутии ведутся завершающие работы по оформлению павильона. Это расстановка мебели, декорсцены и укладка газона. Однако из-за непогоды павильон Амурской области придется дополнительно просушить и подкрасить. Но на работе павильона это не скажется. Серьезного ущерба не понес и павильон Сахалина, который в этом году выполнен в виде волн, несущих на себе паруса и силуэты китов. Особо охраняемые природные территории и объекты Дальнего Востока и Арктики дополнительно получат в этом году 232 миллиона рублей. Важнейшей задачей является сохранение уникальной природы Дальнего Востока. Для защиты в макрорегионе существует 63 охраняемые природные территории федерального значения. Это треть от всех федеральных ООПТ России. По данным Минприроды России, с начала года их посетило свыше 260 тысяч туристов. Ну а за весь прошлый год почти 475 тысяч, что на 40% больше, чем в 2021 году. Самые посещаемые территории это Национальный парк «Земля леопарда», Тункинский национальный парк, Забайкальский национальный парк и Национальный парк «Алханай». В прошлом году в Амге стартовал проект под названием «Моя трудовая молодость», где собираются воспоминания трудовой молодежи 40-70-х годов прошлого века. На днях стартовал второй этап проекта. Инициаторами данного проекта являются общественники села Алтан, Римма-Дичковская и Наталья Борисова. В 2021 году проект был поддержан главой УЛУСа Николаем Архиповым и софинансирован со средств грантовой поддержки. На днях подвели итоги первого этапа проекта и дали старт второму. На сегодняшний день на видео снято 678 человек. Все снятые видеоролики остаются в сервере Центральной библиотеки, затем переносятся в архип на хранение, оцифровываются, и этот проект будет продолжаться в течение нескольких лет. К этому проекту мы привлекаем еще молодежь. И начиная со второго этапа, молодежь АМГИ будет проводить работу по увековечению поколений 40-х, 50-х, 70-х годов. Государственная социальная помощь на основе социального контракта как инструмент экономической поддержки населения. С 2023 года начала работать новая программа «Развивайка». В Верхневилюйске охватили 53 семьи на сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Помощь идет в виде приобретения для всестороннего развития детей. Ну а получатели соцконтракта в УЛУСе охватывают самые разные отрасли. Спустя время многие показывают отличные результаты. Помимо УЛУСных и республиканских конкурсов, мы также проводим мероприятия для наших обучающихся. Например, мы заказали сову для наших лучших учеников, которые проявили себя по итогам 2022 года. Сова была сделана из оргстекла. К сожалению, у нас его не осталось, так как мы заказывали в ограниченном количестве. Дизайн мы нарисовали сами на леске и передали Аине Аяловне. Она, в свою очередь, немножко скорректировала и выполнила заказ на отлично. Детям и родителям очень понравилось. 22-я спартакиада по национальным видам спорта «Игры Мончары» пройдет в 2025 году в Татинском районе. Подготовка к спартакиаде ведется под руководством организационного комитета, который возглавляет заместитель председателя правительства Сергей Мясников. Вчера объекты посетила рабочая группа. На повестке дня были вопросы по началу строительства спортивных объектов. Рабочая группа ознакомилась с ходом подготовки территории строительства. Так, например, в селе Итекёль на месте старого лицея будет построен многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс и стадион с трибуны на 3000 мест, который планируется построить в парке культуры и отдыха. Также в селе Черкех будет построен модульный спортивный комплекс. В Черкеху проектно-смертная документация разрабатывается. Модульный спортзал по линии Министерства спорта Республики Саха-Якутия придет уже в четвертом партии в Черкех. И наша задача в следующем году подготовить основание, инженерную инфраструктуру благоустроиться, чтобы объект в следующем году был уже на этой площадке смонтирован и в доме эксплуатации. По стадиону мы в сентябре месяце уже должны по финансам определиться для начала строительства и уже в следующем году объект разрешить проектно-смертная документация готова, экспертиза пройдена. И по многофункциональным объектам культуры и спорта у нас в сентябре месяце по нашему плану уже должны пройти конкурсную процедуру по отбору подрядной организации для того, чтобы уже с октября месяца начать средно-монтажную работу и к играм этот большой объект вести. На этом все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова